ой, я за загладька, нормально, он сейчас вас выбьет, а я проеду скуку у меня тактика блин, надо... там сзади я надеюсь, он поймёт, что я притормозил специально надо было снять и ощущения Иваныч там уже на пикапах катают у него, кстати, сегодня день рождения но у него там, конечно, пока всё печально в смысле печально людей мало? нет лично у него извините, а мы с первой стархуем? со второй ну блин, Герасимов, меня почему выиграл Шарлотт и стартовал на рестарте но он вообще опасный говорит, типа у этих машин мощности меньше но я рисковать не буду так через минутки хватало вера в крови но тут всё-таки этот сейфтикар побыстрее едет, чем в Шарлотте тут оборот тут оборот вон 5000 почти 4700 а он прям речит, я слышу а он прям речит, я слышу писька руходит инфагир гипп инфа 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 там толпа сразу в этом 5 в ряд не лезьте только полезем 6 поговорить ну что мы вроде первый круг проехали стартовали сегодня у нас мичиган из-за технических проблем я сегодня еду на минималках по графике поэтому очень непривычно я сам еще не могу разобраться но я настройки буквально в минимум по графике скрутил кроме настроек чего кроме разрешения до разрешения осталось full hd еще может быть у меня такая же фишка стоит что эти скины пилотов всегда в максимальном качестве даже если текстуры минимальные стоят настройки то скины всегда в максимальном качестве у меня тут оверрайт стоит до перезаписывается эта настройка поэтому могло быть еще печальнее проблема была с тем что игра крашилась каждый раз когда я пытался зайти на сервер не знаю связано ли то что я смог в итоге зайти с тем что я скинул настройки в минимум или нет но мне вот помогло именно в этом в этот раз похожая проблема в четверг было кому по усвоя кошина не мог зайти к нам на gt3 причем ему тоже ничего не помогало я тоже я все возможные кэши почистил причем даже те которые не относятся наверное во многом потому чтобы на сервере работать но все равно вот не знаешь почему у тебя эти краши происходят но отправил я дамп на форум студии 397 отставил баг-репорт хренов поможет не поможет медленно едет павлов кто-то экономит я в этот раз экономить не буду тут не все так очевидно как было шарлотте мартынов мартынов вылетел или интересно или уже сошел что-то что-то Сейчас он стены облизывает. Да, рот у него уже почти 2 секунды. Семь кругов прошли, топливо еще на 29, то есть 36 кругов с бака можно пройти. И то я еще не еду в драфте, ни в каком не в слепстриме. Дело бы помочь поэкономить, но там ребята сейчас далековато. Две секунды до них. Этап немного андерстерны, поэтому здесь важно будет не перегревать переднюю шину. Передняя правая. Ну, кстати, сейчас я поднял настройки трекбара, у меня задняя правая начала греться тоже. Крен его знает сейчас, если в грязном воздухе, как оно будет работать. Но для этого грязного воздуха еще нужно подедоить. Девять кругов пройдено. Две и четыре. Два рот уняна. При этом там ребята бок о бок едут в борьбе вообще. Опа! Кто-то у нас улетел с трассы. Игнатенко. Кайф. И драйв тру удали, блин, охрененно. Как этот штраф отбывать? Кайф. И драйв тру удали, блин, охрененно. Как этот штраф отбывать? Да. Спасли там человека надо, что-то превращение. Все. Нервы. Восторжения у меня нету. Это пиздец. Я вообще не поехал, блин. Встал на место. 111 прыгов пройдено. На 12-й уходим. Народ. Там плотненько едет. Лишь бы без аварий обошлось. Задавная паник. Загладька отваливается. Видать, перерасходовал шины. Удевается, он не хочет, чтобы я его обгонял. Наоборот, тоже решил экономить шины. Это минимум больше 95. А у тебя сколько? 29. Я 93, самая изношенная. Как бы сказал Арман Казаков, Тактика Галактика. Станислав Галактионов. Жень, у нас у всех одна тактика. Убежать от тебя. Наверное, вверх третья. А то ты на своем грифткаре едешь. На хрена уходить в сторону. Я думал, сейчас я ему драфт отдам. Он не захотел. Все открыто. 98 сзади справа. 90 спереди. Еще 23 круга с этого бака можно выжать. Шины начинают вибрировать потихоньку. От перегрева. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прилетел. Да, в грязном воздухе начинает греться больше задняя шина. Поэтому, в принципе, ее ворота не нам могло быть проблемой. Мне дали 0,25 очка. И все, что попало. За то, что ты скрипанул стену. А я влево. Меня откинуло от нагватика. Я просто вернулся на трассу, потерял кучу позиций, мне драйфтер устал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, цепанул стену сейчас. Вроде без ремонта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 84 передняя. Правая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, обгонять Ратуниана, потому что теперь эти ребята выезжают, похоже. В принципе, у меня и преимущества-то особого нету по скорости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас уже резина убита и у меня и у Аратуниана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 83. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 18 кругов еще на этом баке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА reside, outside! 都是 светит. Что, пять с половиной секунд до Городецкого? Восемьдесят один самая изношенная, пятнадцать кругов еще на этом баке можно, пять и семь, отстаю, отстаю потихоньку, при повороте руля колеса конечно сильно вибрирует. Она убита, семьдесят девять, спереди, справа. Полярская карьера. Семьдесят четыре. Вибрация есть или нет? Нет, у меня нормально все. У меня вибрация есть, 78. Полярская карьера. Вибрация есть. Может, варяки просто фидбэк выключат? Нет, есть, но небольшой, только не оправал. Я бы почувствовал. Попробуем, едем на максимум. Уже десять кругов до петступа. 5 секунд до Городецкого В принципе, более-менее держится этот разрыв И Арутунян более-менее держится на хвосте Не отстаёт И я от него не уезжаю Но сзади к нам приближается пара Наверное, Тарипаков и Павлов Часто я видел субрацию Сан-Сек-1 Может, правда, потому что футбол слабее Мы сразу чувствуем Тарипаков уже на обгон идёт Сэкономил шины Но, блин, такой экономии он мог слишком сильно отстать За счёт всей этой экономии И хрен потом всех догонит Да куда он сможет доехать за оставшиеся восемь кругов-то, а? Ну, я, в принципе, сейчас что? Игнатенко, да? Городецкий прошёл Игнатенко Да, Игнатенко 6-1 Сэкономил шины Рыбаков прошёл вперёд Теперь Павлов на хвосте Несколько десяточки я на этой борьбе потерял Десятки 3 Может, удастся зацепиться Игнатенко едет на петлоин Довольно ранний петстоп Но это может быть андеркат Такой своеобразный Хотя, я не знаю Имеет ли тут смысл вообще делать андеркаты Если ты правильно можешь посчитать топливо, то да Аварий у нас мало Если топлива хватает, то можно и раньше заезжать 71 у меня сейчас самая изношенная Игнатенко выезжает с петлина И ещё есть топливо А вот шин уже мало остаётся 69 Передняя Правая 93 Задняя Могу по такой широкой траектории, как Рыбаков, идти Может он этим экономит резину, я не знаю У меня так только перегрев выше становится Три круга на этом баке можно Торженко И сейчас всё, начались серии петстопов Надо свой петстоп тоже запросить 57 Передняя Правая Игнатенко на свежих шинах подлетает Два круга на следующем Пятыне на этом Диапасимов Мулик Сайд 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 Возможно, я слишком перестраховался, но лучше так. Да, Ратуниану позицию проиграл. Хрен с ней. Отыграемся на трассе Лопаник-Городецкий, сейчас все заезжают. Время, что могут быть и Саехтикары из-за массовых подстопов. Я тебя послушал, что ты впить едешь. А тебе еще хватало? Нет, я чуть не влетел просто. Ты очень так медленно ехал. Я аккуратничал, да. Ратуниан меня обогнал на въезде. Я про это и говорил. Таком у тебя плохой груст. Что, поехали. Хорошо приложился. Репаков выехал впереди меня. Он и на круг раньше останавливался. Сейчас у меня восьмая позиция после первой серии пидстопов. Я так понимаю, уже все останавливались. Моя позиция. Значит, еще не все останавливались. Надеюсь, ему не дали стопенгал. Из-за него? Нет, надеюсь, ему не дали. А то я его толкнию, он кармазал и наспевал. Нет, никому не дали. Он уже поприехал, я тебя вернула. 4,7 до Репакова. А то я его толкнию. Павлов сзади в секунде. С кем-то он едет в паре, это скорее всего он с Аратуняном, да. Меня будут догонять потихоньку, если они работают в паре. Если не будут сильно бороться. На такой трассе выгоднее в паре быть, потому что десяточку-две с круга можно за счет драфта отыгрывать. Не говорю, что прям очень много, но что-то можно. Уже на хвосте. Смотрим. Это пора возить. Смотрим. Невагодная траектория. Снова, домой. Хотя, поверхности. Снова, поверхности. Снова, поверхности. Снова, поверхность. Все хорошо. Попробую сейчас за Ратуняном, за Павловым поехать. Городецкий сзади аж 16 секунд. Это наверно у него неприятности были. Городецкий сзади аж 16 секунд. Городецкий сзади аж 16 секунд. Поднимем трек бар. Городецкий сзади. Городецкий сзади аж 16 секунд. Городецкий сзади аж 16 секунд. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Два гладька на педстоп едет Жень, ты только на перепит едешь? Два и семь до Репакова Субтитры сделал DimaTorzok Все, пока, давай Такое ощущение, что дымка на трясе Субтитры сделал DimaTorzok У меня настройки на минимум Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это Репакова меньше двух секунд уже Субтитры сделал DimaTorzok Домбегу DimaTorzok Фонфома Ксимресима 25 кругов еще с этого бака можно выжать В принципе с одного бака где-то 37 кругов можно Что такое 37 это значит где-то после 70 круга можно уже остановиться и ехать до финиша Давай, давай Даже колшин не устроил, что за Женя такой Саша, на чьей-то стороне? Внутри, внутри, все очки Саша, не идти уже пожалуйста Все очки Disconnected from your channel Nesker 2023 from the server Patreon.com Эх, у троих разные траектории, вот как за ними ехать, и сразу обгонять лезет. Продолжение следует... 62 круга пройдено из 107. Уже вторая половина дистанции началась. С текущим расходом я могу до 80 круга спокойно доехать. Это и до 81-го, 82-го. Но это я сейчас еду в драфте. Без драфта расход выше будет. Улик 3.7. Удивительно, лидер по одиночеству едет. Никто его не догоняет. Я так понимаю, вторая, третья, четвертая плотненько идут, да? Та мулика уже 3 секунды. 82-го процента. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О Kal siguете? Субтитры создавал DimaTorzok Такое ощущение, что каждый раз у Павлова разная траектория на каждом круге. Только привыкли ехать по одной, начинаются потом другие. Я мог сейчас пролезть, но специально отпустил. Не хочу лезть раньше времени. Выгоднее ехать сзади. Резины пока хватает. 80% самоизношенная. Еще 15 кругов на этом комплекте ехать. Опа! Ротонян стену зацепил. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот так ты зачем стену поехал. У меня в канале Кривайт. Я не стал поворачивать. Гуляра, что не тянет вообще у него машина. Игнатенко 80 пунктов. Вибрация в руках. Передатчик переключил на низ. Не почувствовал пальцы. Касаются. Тоже в наскаре на лепестках ездит. Еще скажи, что пять передач зло. Не знаю, как я завтра поеду в наскаре, но это будет зло для меня. Голик уже на 2 и 2 отстал, да? 2 и 4. Павлов не может за Репаковым, что ли, держаться. Тише. Расстояния увеличились. 76 у меня самое убитое колесо. Довженко останавливается, но он и первую волну пидстопов открывал тоже. У меня топливо еще на 10 кругов. Вот столько я наэкономил за этими ребятами. Вопрос, нужно ли мне столько? Собженко не превысил. А он так залетел на такой скорости. По борьбам. Городецкий останавливается. Городецкий останавливается. Скорость далее. Скорость далее. Рыбаков останавливается. Моя топлива еще на 7 кругов. Рыбаков ехал долгое время один. Лопаник останавливается. У меня еще 10 литров. О, Ратунян в лидеры вышел. Это все временно. 71 у меня сейчас самое изношное колесо. О, Ратунян что, в пяты поехал? О, Ратунян в лидеры вышел. 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 О, Ратун Герасимов в круге со мной. Лопаник Павлов. О, Ратун Герасимов в лидеры вышел. Мне пишет, что первая шестерка у нас в лидерующем круге. О, действительно, я тоже круг поиграл. Сейчас wave around будет. Ну и что, Стас только выехал. Долженка была. Долженка поедет никуда. У него штраф был, да? Я не знаю насчет штрафа. Да штрафа вроде ни у кого не было. Кто-то же там превысил, по-моему, второй раз заезжал. А то тут же ж такое это как есть, что не сильно оно штрафует за превышение. Мой, если ты сразу сбросил. За тобой и за Ратуняном, Стас, я наэкономил. У меня сейчас еще пять литров. Четыре литра. Да. Так, ну вы так. Да, Герасимов был тоже не в 90%. Я понимаю, я буду первым. Да, равно проблема. Получается, с полного пака у меня вот 69. Самое изношенное колесо. У меня, по-моему, оставалось на один круг. Или меньше даже, не знаю. Поэтому я впить поехал. А, ты ж впереди нас ехал. Да. Провозил. Ну вот, у меня сейчас 69% с бака осталось этой резины. В прошлый раз, когда я заезжал, тоже примерно так было. Первый раз я открыли, ну, тошнил. Ехал. Экономил резину. Думал, разницы будет. А разницы, по сути, нет. Так что-то тактика моя вся к этому подходу. Ну, лучше. Четырнадцать секунд под стоп. чёрный раз. Хар, ещё одну. А, ещё одну. Что, выехал её на 6-й позиции? Я рассуждаю. Думаю, что делать? а я хоть час отремонтироваться все это но быть круги позадет всех и надеться на сад сколько тебе дамы принул я не сильно пряжусь а резину нами надо круг отыграть почему-то круто пригрыше на у тебя фронт да я улетел меня довженко вынес пену улетел но я затормозил но желтый и я резину боком лидеры проехали пока я выезжал ну что в итоге сейчас впереди еще куча круговых лаки док у нас будет одинок я сколько гонок пропустил мне вообще не холодно не жарко так касаясь по фану скажем так у нас весь чемпионат такой чтобы по фану кататься а когда знаешь за первое место я боролся там в чемпионате даже фаном все что я тут последний в списке уравнов позрял вес могли ехать также паровозиком полез тут не понимаешь что ли ты быстрее будешь первым то ли быстрее будешь за кем-то разница с артеном нас понимал топлива вообще настолько в притирку я его специально хотел пустить и экономить за ним чтобы пойти его до финиша куша не хватало и вроде пускаю полезно справа когда его первые пет стоп как-то слишком рано останавливались я поэтому сана с я за ним чуть-чуть наэкономить и объехал дальше поехал требую по тактике все хорошо шло и какой был 5 6 а в итоге вторым что там молик пойдет данного и фраунт кто у нас сейчас вообще павлов лидирует удивительно что в лопанник так проиграл павлов что вызвать деактивация по волосу хранолог срабатывает поздно может на инсайде рестарту это вверх или низ я уже настолько давно ездил среди это женка весь прямо поехал в он стиль Продолжение следует... 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 Я думаю, даже меньше 15 будет. Сейчас опять кто-нибудь столкнется. Да, сейчас все стромбовались. Сейчас все полезут друг на друга. Каждый сам за себя. Я помню наш плодный финиш. Не говорите о нем, Паша. Ивашкин. Паша так и не пришел. Сейчас сидит. А я буду на инсайде внутри рестарт принимать. Это узнает. На второй скорее всего. Просто надо получше среагировать. Самое сложное не вперед выехать, а сзади никого не пустить. Тут же до линии нельзя обгонять, правильно? Внутри своего ряда нельзя, да. Ни справа, ни слева. А в индикаре можно справа. В индикаре не знаю. Здесь что-то смотрю, Арчинин полез на встречу. На внешку точнее зачем-то. Может по привычке с индикаром. Может по привычке. А может подумал, что уже линия. Я хотел за сайт драфтить, а он меня в большую призу. Я думаю сейчас развернет, а он удержался. Лопанник аутсайд выбрал. Но я тоже тот раз выбрал аутсайд. Потому что по аутсайду скорость выше будешь держать. Пять или семь машин? Восемь. Тоже проигрывает. Да, это активация по голосу так хорошо работает, что я так и не услышал, кто круг выигрывает. Я тоже. Даже надо целую фамилию проглотить. Короче восемь в круге, а самое главное. Где уйдут. ολа, как уйдёт. Ну l Europa день открыты, пос física. М комната. shuttle. В передave. Тоже проигрывает. Тоже проигрывает. Уход за объект. Осего! Уход за. До-п Exэта. Ок... Все проигрывает. А отопла. Espес interestingly, through Pi. Субтитры сделал DimaTorzok 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 попал от сайта от сайта от сайта что-то меня я не специал я вроде выровнял машину я сначала михаил чуть-чуть подделка он вроде удержался потом ты там оказался и я тебя не ожидал там увидеть мишка он заменил мотор назад видит тоже вариант я тебя вынес поэтому я левее ушел но тебе что-то от стенки откинуло на меня шарел по прямой не разгоняется сейчас ремонт будет слишком в голову а тут до финиша что пара кругов будет поворачивает 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 это артюнов пишет что у него на самом интересном месте комп вырубился. Самое интересное место это сейчас. 58 секунд. Сколько? 28. Повезло. Я на полной скорости вывез Драсимова, где 15 контримутов был. Тут и повреждения 50 процентов по моему всего стоят, хотя нет, по-моему выше. Валер, завтра успеешь починиться. Я не хочу починиться, у меня машина вся побитая, я не буду заезжать. Мне кажется, сейчас ни у кого целая нет машины. Ну вот я не знаю, у меня роль это в одну сторону смотрит, это потому что настройки такие или потому что я побился? Влево, влево это смотрит. Это хорошо. На этом статке он налево смотрит. Браво. У меня влево. Ну да, нужно вправо подругивать. Опа. Опа, да. Ход к нём. Поехали все. А я остался. И я. Ну блин, страдать будем начать. А чё, ты сильно подняли? И резине на это? Ну так. Пострадал. 93% справа, видимо, у меня хватит. У меня 92. У меня 42 секунды. А у них-то там 100% сейчас будет. Ну и чё, они будут восьмой, девятой. Ну, прорвутся быстро. А сейчас мы грели на соточку. И вас сделаем. Ааа. Так вы ничего не ставите. Это психологический приём. Если они заехали, было бы пупичено. Если бы я сейчас круг отыграть попытался. Что-то это. Ну, кстати, трекбар можно поставить. Ну, кстати, трекбар можно поставить. Машина-то похожа у нас. Угу. Я думаю, чё, сушка толкается в сито или зачем. Кто-то похоже, у тебя выберет. Поиграть защитить. Да. Поиграть защитить. Ну, мы шестой. Ах, кто-то не заезжал. Так нас народ-то немного. Крепаков там заехал. Герасимов. Маталик. В 8-м. В 8-м. В 4-м. Я заехал. В общем-то. Ну, сейчас догоняю. В 9-м выехал. Приедешь в 5-м. Думаю, что 1-м. Может таки. Сейчас заволковый сучится. Я могу устроить. Думаю, сегодня много мастера. Да я вот не знаю. Я экономил-экономил топливо за тобой. А в итоге зачем-то полный бак на педстопе залил потом. У меня три катериков осталось. У меня 40. 37. Ой. Что творишь? Передача заряд скинул так быстро. Вот ручник дернул. На минимальную крассу. И что-то я не вижу разницы. Можно сказать, что-то там изменилось. Может я... В 8-м. Сейчас буду на аутсайдер старт принимать. А какая тут эффективная температура? Масло? Я думаю, 107. 111-107 где-то в этих пределах обычно. То есть в этот момент выдается больше всего КПД у него, да? Понятия не имея. Там же есть какая-то графика такая. Шкала. Шкалу это надо самому чертить, рисовать. И то, если ты знаешь, как это работает. А все, что ты в AirFactory можешь понять, это только то, что в файле написано. 101 градус оптимальная температура. А работает оно или не работает, это еще большой вопрос. Так-то в настройках и скорость ветра есть. Скорость ветра не работает при этом. То, что есть эффективная температура масла, оптимальная, это еще не значит, что оно работает. Понял. 1700 градус оптимальная на veut. Я не понимаю. Т DNS, например. Ты очень губ AN life. ! Сarem! Т Pin Peerst По concerned wellbeing Почти что хренвай чекерит. Два круга до финиша. Не, ну если сейчас будет safety car на первом круге после рестарта, то будет ГВЧ. Я вернусь в круг. Завал устроить, я мимо всех объеду и первым объеду. А позиция зафиксируется на момент завала. Завал на белом флаге уже будет. Грин флаг, грин флаг, го го го. Грин флаг, го го го. Грин флаг. Орли. Из-за. 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 Белый флаг. Белый флаг, последний круг. Вот и завал. Зачем ж так пинать-то? За первой тройки уже не достать. Это колодок. А кто кирасик вот такую кинул? Опа! А ему дали штраф интересный? Да, спитинг, нон-пит-лейн превысил скорость. Я забыл, что я круг проигрываю и что белый флаг был, что там замесы нибудь же. Как-то еще один. Кираси в девятый. Это так красиво было, как у Украины. Белый раз победы. Спасибо. Посмотреть. Получается, я на рестарте с восьмого на третью вышел. Ну, да ребят уже не хватало. На рестарте я плохо среагировал. Так, кстати, да, давайте смотрим, первая, вторая, вторая. Так, стоп, первая у Лопаника. Вторая Городецкий, первая Мулик, первая Павлов, первая Герасим. Надо было с первой стартовать, да? Здесь, да, что получается, Городецкий Репаков взяли Павлова в коробочку, и в итоге столкновение, это вторая, вторая место меня вывела. Игорь Игнатенко дисконнектит фром ЮАчинрл Нескер 2023 Лопаник внутрь начал смещаться, а тут Герасимов уже был внутри, у него в небольшом перекрытии. Герасимов линию держал, но вот не повезло ему, он зацепил въезд в пяты, так бы он был пятым. Вот, а на этом все, Молик победил, Лопаник второй, я третий. Неплохой этап, двое сошедших всего, двое круговых, 9 человек добрались до финиша в лидирующем круге.